Маткульт, привет! Друзья, с нами снова Дива. Дива, привет! Привет! А я сегодня ни с физикой, ни с Рензи, я сегодня чуть-чуть с математикой. Давай попробуем. Мне кажется, тоже вот мы уже решали задачку, которую ты знал, как решать. Правда, немножко неверно получилось. Так. Давай попробуем еще одну, мне тоже кажется... Да. Так. В ней, ну, даже не знаю, два вопроса, наверное. Смотри, очень простая задачка. Есть круглое озеро. В этот момент ты уже можешь сказать, что, а, я знаю, знаю. В центре озера. Я знаю одну из задач, которая с этим связана. В центре озера? Да, плавает этот. Вот каждый раз ты мне героев приносишь, да? Да, ученик. Саватеев. Сдержавший с урока. Ученик Саватеев, а какой старший? Я. А, ты, хорошо. Ты же 987 год, я плаваю, да. Да, хорошо, плавает в центре. Так. И где-то здесь бегает... Учитель, да. Нет, учитель, какие ценности ты прививаешь в молодежи? Здесь бегает тигр. Тигр? Да. В лосином острове? Где угодно. Нет, вот кого-кого от тигров в лосином острове я не встречал. Я лесу видел. Кабанов, лосей. О, я забыл самое главное. Вот теперь это хвост. Полосатый хвост. Ну, я, извините за мэттскиллс, как нарисовал, так нарисовал. Так. Ну, и спрашивается, может ли Саватеев спастись при соотношении скоростей 4,5? Оп. Не знаю. Ну, давай. Хорошо. При каком соотношении скоростей Саватеев может спастись? Я всегда объясняю, что это, скорее всего, чрезвычайно сложно. А, супер. Отлично. Ты объясняешь, что это чрезвычайно сложно. Это очень просто. Давай попробуем это дело решить. Значит, что сказать, что есть величина, про которую можно доказать, что при этом соотношении спастись можно, а при большем нельзя? Я думаю, что ты ее даже найдешь сегодня. Я всегда говорю, что это должна быть сложнейшая задача, скорее всего. Конечно, это сложнейшая задача. Ну, я думаю, минут на 15. Ну, хорошо. Значит, давай начнем с того, что моим методом. Да. Моим. Ну, как бы, ясно, что это не предел, но моим методом будет, значит, сейчас скажу что. Итак, я бегаю вот по этой окружности с той же скоростью в пределе, что и он бегает. Поэтому, когда я его, тем не менее, обогнал вот сюда, вот это должно быть в точности равно вот этому. Это мой, это вот моим методом. Да, да. Это π плюс один ответ. Это мы знаем. Да, π плюс один. Ну, то есть, я вот, как бы, мой ответ такой, что до π плюс один работает мой метод. Ну, да, и это в интернете можно в миллионе мест найти. Больше четырех, π плюс один ответ, да. Ну, я умею. Это сколько нам? 4,14. Давай попробуем 4,24. Ты знаешь, дай хулиганское обозначение для этого числа. Нет, и не хочу знать. А, я думаю, что школьники знают, да. Хорошо, поехали. Это ребус для некоторого известного матерного слова. Я решил. Поехали. Ладно, давай. Поехали. Значит, итак, ты хочешь что сказать, что можно и при больших? Или нет? Ну, так не считают. Что за раз? Ну, ладно, неважно. Так. Да. Надо, смотри, наша задача придумать оптимальную стратегию. Да. Так. Ну, и, наверное, ее сразу стоит разбивать на две части. Пока мы внутри круга, мы можем занять относительно, мы можем считать, что тигр всегда здесь, а мы внутри этого круга, где соотношение скоростей угловых в нашу пользу, мы можем любую точку занять. Ну, да. Какую нам хочется на периметре. Кажется, да, что глупо оказываться не диометрально противоположно. А что будет дальше? Я очень аккуратен к таким задачам. Да. Хрен знает. Может быть, это лучше. Он куда-нибудь пойдет, ты сюда куда-нибудь побежишь. Ну, хорошо, давай пока считать, что да. Ну, можно отдельно потом это будет обсудить, когда решение будет. Ну, ладно, будем пока считать, что лучше занятие туда. Да. Теперь дальше. Значит, всегда было понятно, что частичная экономия должна достигаться за счет чего-то вот такого. Да. Вот. Это я всегда понимал. Я просто не знал, как ее посчитать суммарно. Отлично. А мы сейчас посчитаем. Это очень просто. То есть, что ты начинаешь, когда начинаем бежать, ты начинаешь отклоняться по некоторой траектории, но вот нужно выбрать теперь как бы оптимальную траекторию. Во, вопрос о траектории, это, мне кажется, это первая четверть, то есть первая четверть задачи вот. Ну, вторая четверть или даже вторая треть, черт его знает. Ну, фактически можно сразу плыть к финишу. Конечно. Мне кто-то рассказывал, мама в детстве, что в диквидовом пространстве кратчайшее расстояние геодезическое, да, это по прямой. То есть, можно, конечно, плыть и там по синусоиде, можно там еще что-то делать, но просто дольше будет и оптимальности не будет. Но, как бы, не совсем ты прав, потому что, как только я поплыву сюда, этот тигр тут же рванет сюда. Ну, нет, мы можем чуть-чуть поплыть самую капельку о малое, мы поплывем вертикально и ему надо будет определиться. Если он не определится, мы просто начнем нашу стратегию чуть ниже. Да, но если даже чуть-чуть, как бы, вот это уже не очевидно лучше, чем вот это. Стоп, нет, не-не-не, тут все очень просто. Смотри, проплывем чуть-чуть, маленькую капельку, один миллиметр. Тигру надо куда-то бежать. Если он не побежал и ждет нас, мы просто плывем еще один миллиметр. И просто результат будет лучше, чем если он побежит сразу. Поэтому он побежит куда-то. Ну, для определенности, раз ты ударишься, значит, сюда побежит. Да. Он побежал. В этот момент мы у малой отплыли, да, мы потом устремим это к нулю, и все у нас будет хорошо. После этого мы выбираем какую-то точку и начинаем к ней фигачить. И ему уже выгоднее будет плыть вот так, бежать. Да, значит, я не уверен, что это будет оптимум. То есть, как бы, не дать ли, на самом деле, ему ложный повод, а потом… Смотри, если окажется, если он побежит в другую сторону, мы просто поплывем обратно. Да, значит, подожди, итак, все, мы не даем повод, мы идем сюда. Да, чуть-чуть. Да, он выбирает направление. Да, и побежал. Да. И тут мы сворачиваем, бежим сюда. Теперь, внимание, мы чуть-чуть отплыли, он побежал. Да. Мы поплыли куда надо, и он резко побежал. Он резко не может. За то время, пока мы проплывем еще столько же, он только до сюда добежит. Если он это сделает, мы дождемся момента, когда он в диаметральной точке. Да. И опять спросим его, ну что, ты продолжаешь бежать? И таким образом, мы просто двинемся дальше. Ему не надо разворачиваться. Он просто потеряет нас, выпустит нас дальше от этого круга. Ему надо, хоп, и начать бежать. Это понятная мысль? Ну, понятная, скажем так, она понятна, она не вполне очевидна для меня, что это и есть абсолютный предел для нашей стратегии. Ну, давай, тем не менее, решим для нее. Ну, хорошо. То есть, как бы, мысль ясна, что все равно мы его заставим куда-то бежать. Да. И куда бы мы ни заставили, теперь надо просто, ну, как бы, теперь мы одно и то же время, на самом деле, фигач. А, нет. Это тоже не центр окружности. Значит, итак, чем дальше сюда, тем дольше мы едем, вплоть до, так сказать, от, значит, если радиус равен 4, то... Ну, ты столько намалевал, что теперь все обозначать будет довольно сложно. Ну, ничего, ладно. Так, сейчас, давай, действительно, я вам попробую, значит, что у нас происходит. Да. У нас каждый дополнительный радиан вот этого вот движения, ему, должен нам стоить столько же, сколько удлинение нашего пути. Да. Которое, значит, короче, я вот так написал d, вот этот радиус вектор отсюда, вот сюда, от фи по d фи, по d фи, так? Должен быть равен одной четвертой получать. Ой, 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 нет. Не четвертой, а W-шной. Да, W-шной. Вот. Вот. То есть, у нас есть вот такая, если мы утверждаем, то есть, если наша скорость равна W... Но здесь ничего не получится. Смотри, если окажется, что это значение так и не достигается... Ну, тогда понятно, тогда он нас догнал просто. Нет. Нет. Если оно не достигается сверху, если оказывается, что нам вообще выгодно куда-нибудь сюда бежать, очевидно, это уже лажа, потому что как только мы заходим обратно в круг, он прибегает и на кругу встречает нас в противоположной точке. Мы будем стартовать уже отсюда, и это не оптимальная траектория. Нам вот это вот не годится, пока ты не отсек слишком большие углы. Да, да, да. Наверное, все-таки имеет смысл иметь только те значения W, при которых соответствующие значения попадают в этот сектор. Нет. 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 Зачем ты такие сложные пути ищешь? Квадратный путь, который изберет любой школьник, выглядит так. Мы договорились, что точно надо, кажется, точно для тебя и вроде бы точно для зрителей. Ну, ок. Да. Выбираем угол, какой тебе удобнее, из центра или отсюда. Выбираем угол, смотрим, сколько пробежит тигр, сколько пробежит чувак, записываем это как функцию от W и смотрим, как она устроена. Ну да. Как зависимость этого W от угла. И выписываем ответ. Мне что-то не нравится здесь. Как можно обойти здесь без производных? Давай мы сначала выпишем явный вид и посмотрим, нужны ли там производные. Ну то есть моя идея такая, что этот угол, вот смотри, вначале очевидно, что ты лишь чуть-чуть его увеличиваешь, потому что здесь был прямой. Да. И значит это выгоднее. Да, это точно выгоднее. Очевидно. А вот когда, в какой-то момент это перестанет. И опять зарисовали. Ну да, ну и мне казалось, что нужно составить эту формулу и взять производную все равно по-любому. Ну давай попробуем это сделать. Я думаю, что окажется, что не надо брать производные эти. Значит нужно мне, вот у меня φ, да, вот оно φ. Соответственно это там какие-то косинусы и синусы. Вот мне кажется, я бы вот отсюда измерял. Отсюда? Ну да, из центра, конечно. Ну давай отсюда. Ну как хочешь, я не знаю. Давай из центра будет более… Любой каприз. Давай действительно из центра измерять. Сразу тигра можно выписать. Да, конечно, конечно. Давай мы пометим, что угол какой-нибудь. Из центра. Хорошо, хорошо. Я хотел, когда я написал вот это, измерять из центра. Давай пометим уголки там. Ну да. Все на чертеже должно быть помечено. Помечено, как коты месят, да? Хотя бы так. Так, чтобы потом можно было понять. Чтобы мы пьяные были. Потом эти буковки тебе придется так же помечать, как коты. Ну, если ты в целом готов, то… Это косинус, по-моему, а это синус, да? Ну если мы это сделаем, да? Вот. А зачем тебе такой угол? Почему ты не хочешь просто считать, что это π плюс… Ну, хорошо. У тебя будет 2π минус φ. Точнее, 3π пополам минус φ. Тогда наоборот, синус, косинус. То есть, вот это будет… Нет. Я бы… Вот этот φ. Ну да. Но тогда наоборот, косинусом будет… Просто вот в этом треугольнике, вот это как раз φ и есть. Понимаешь? А там это хрен знает что. Точно. Но тогда у нас синус, косинус меняются местами. Пожалуйста. Это нормально, да? Для физиков, что синус по горизонтали, а косинус по вертикали. Тут это не задача по физике. Ты сейчас на своем поле играешь. У тебя математика. Прошу прощения. Да. Значит, синус φ. Да. Вот он. А это косинус. Да. И мне нужно из вот этой точки, да? Да. А давай это 4 синус φ и 4 косинус φ. Почему 4-то? Ну, чтобы радиус был 4. А он не 4. А, блин, зараза. Да. Ну, подожди, ладно. Пусть радиус 1, а это уже разберемся. Давай вот это радиус 1, а вот это радиус W очевидно. Какой 1? Внутренний. Внутренний. Чтобы не делить ничего. То есть 1, а это W. Мы это и ищем, да? Так. Значит, сейчас W к 1. То есть в начале мы стратегию решили именно такую все равно сделать. Ну, нет ничего лучше на самом деле. Ну, может быть, да. Так, ну хорошо. Так. Значит, итак мы имеем, что нужно из точки… Так, радиус W, значит, это W синус W косинус будет. О, наверное. Наверное. И тогда… Ну, тебе же не это нужно. Тебе нужно вот это. Ну, конечно, да. А ты хочешь ее выписать. Давай. Чтобы понять, да. То есть это корень, получается, квадратный. А мне в детстве говорили, что есть такая теорема косинусов. У нас мы на самом деле все углы здесь знаем, расстояние знаем. Можно теорему косинусов написать. Зачем какие-то… Нет, а из этого треугольника? Ну, пожалуй… Ну, в нем угла Фи нет. Ладно, хорошо. Все, я молчу-молчу. Ну, в смысле… Мне мама что-то рассказывала. Ты же математика, ты знаешь лучше. Ну, мне же нужно вот это расстояние. А, да. Ну, знаешь, мне нужен корень квадратный. Хорошо. Из… Только вот сейчас не перепутать. Плюс дубль В синус Фи квадратный. А ты зря на меня смотришь. Я умею терем косинусов, а терем Пифагора я не знаю. Ну… А мне она милее. А почему косинус Фи минус 1? Ну, потому что вот это… А, вот это… Да, хорошо, ладно, допустим. Ну, это корень из В квадрат минус 2В косинус Фи плюс 1. Ну, похоже на правду. Да. Так, и что? И нужно, чтобы… Чтобы это было равно? Да. А тебе удобно писать по диагонали? Да. А, ну, хорошо. Я не знаю, правда, как слушателям. Но, надеюсь, все тоже нормально. И все вот это должно быть равно тому, что пробежит гражданин. Тигр. А, сейчас. То есть, подожди. Ну, еще где-то производная какая-то жизнь должна или… Какая тебе производная? Зачем ты расстояние сравниваешь? Ну, я пытаюсь наиболее оптимально. Давай мы сначала напишем. Ну, ладно. Да, 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 да. Это равно… У нас будет зависимость от угла. … У нас будет зависимость от угла. должен потом замазывать, нет, W делить на W было бы честнее. Да, прошу прощения, про Рязань я просто пошутил, потому что там был шикарный мультик, как роботы какие-то летают в интернете, видел? Да, да, да. Добро пожаловать в Рязань. Да, мне музончик понравился. Такая хорошая народная двуголосие симпатичная. Музыка там хорошая, видеоряд так себе нарисован. Так, и чего? Трансцендентное уравнение. Немножко, но пока что давай мы на него посмотрим. Возведи в квадрат, приведи подобные члены. Ты так говоришь, мы решать это не умеем, нас не учили. Нам же нужно прикинуть, что с FI происходит. Дискриминант напиши, ну что ты как маленький? Как дискриминант, когда это косинус? Ну давай разрешим относительно W, конечно. Нас спрашивали... Ты как маленький, напиши дискриминант и посмотри на него взглядом. Так. Вот я... Совсем... Все, я понял, я тебе в следующий раз принесу задачу про Питеру с Бивалкина. Там вообще... Плюс один минус P плюс FI в квадрате, да? И все это ноль равно. Наверное. Если ты нигде не наврал туда. То есть W минус косинус FI квадрате, я это уже писал сегодня, да? Давай дискриминант напишем. Я не очень помню это все. Ну давай напишем, ладно. В косинус FI, да? Да. Да. В косинус... Половина дискриминанта. В дискриминанте нету буковки W. Тебя смотрят школьники. Ай, 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 ай. Д пополам равно косинус квадрат FI. Да. Так. Минус произведение вот этого. То есть минус один плюс P плюс FI в квадрат, да? Да. Смотри. Нет у тебя ощущения, что с ростом FI... А там точно у тебя... А, косинус квадрат FI минус один это... Что там? Минус синус квадрат. Нет, где-то, где-то, где-то наврали опять. Ну ладно, нормально. Смотри. ФИ это вот. Да. У тебя нет ощущения, что эта штука довольно мощно растет из-за того, что... 2PFI, считай, слагаемая. Кроме того, что FI квадрат. Оно растет и при маленьких FI, и при больших FI. Просто, просто растет. Ну вот тут можно взять производную и убедиться в этом. Сейчас. Но вот это при FI равно нулю это просто PI квадрат? Это P плюс один твой сейчас будет. Нет, при FI равно нулю это PI квадрат. Да, P квадрат, конечно. И у тебя решение для W будет P плюс один. Твое решение будет. Конечно. Это при FI равно нулю. При FI равно нулю. Да. Сейчас. А я что ищу? Ты хочешь понять, как ведет себя? Смотри. Дискриминант у нас дальше. У нас будет отрицательный корень, неположительный. У нас будет косинус FI плюс дискриминант и минус дискриминант. Правильно? Косинус минус дискриминант, но это явно штука большая, чем косинус будет. Вот. И отрицательное решение нам не очень интересно. Отрицательное соотношение к России какая-то странная фигня. У нас будет положительный корень и он будет расти вместе с дискриминантом. Ну, это очевидно, что он будет расти с дискриминантом? Ну, по идее, да. Ну, вот. Давай посмотрим. Можно выписать целиком решение его продифференцировать. Можно, я не знаю, развлечься как-нибудь. Не, ну то есть это косинус FI плюс корень из вот этой всей штуки. Плюс корень из вот этой зубодравительной. Давай ее сразу вот здесь минус синус квадрат оставим. Минус синус квадрат. Ну да, так проще писать. Да. Ну, давай, если хочется, можно это продифференцировать. Убедиться, что на интер... Плюс FI минус синус FI. Синус квадрат. Это синус квадрат. Это я пытаюсь разбить на два произведения. Но это не надо, да, делать? Ну, можно отсюда вынести при желании, можно оценить это. Можно вынести отсюда FI квадрат. Это будет не больше, чем одна десятая. А еще у нас будет FI делить на FI. Для малых FI это будет FI делить на 2FI. Ну, то есть, тут будет еще два FI, это падение косинуса забьет. Сейчас. То есть, в чем стоит идея? Ну, идея, что наглядно видно, что эта штука нуля на интервале от нуля до FI пополам не достигает и просто растет. Так. Ну, сделай это, проделай это. Какие-то массивные выкладки, просто я не думаю, что они прям нужны в ролике. Все это надо понять. Подожди. Значит, я тоже не хочу массивных выкладов. Смотри, это наш W. В зависимости от FI. Какое даст соотношение скоростей тот или иной угол. Так, чтобы этот товарищ как раз вовремя прибежал. А. То есть, итак, при каком W, при каком соотношении скоростей этот успеет за мной в эту точку. Да, именно так, в зависимости от угла. И это растет, правильно? И это растет, да. И это растет. Так. И оказывается, что… И что, прямо вот досюда? Да. Прямо досюда будет расти? Да. Прямо досюда будет расти. И это лучшее соотношение. Вот это странно. А почему мы не можем захлестнуть теперь? Потому что мы зайдем в окружность. Нам нужно двигаться так, чтобы этот товарищ не мог возвращаться. А если мы зайдем в окружность, он вернется. И встанет напротив нас. Непонятно. Ну, как минимум, есть над чем подумать. Да, потому что… Ну, представь себе, что в этой точке все еще большой запас… А… Сейчас. Мне что-то здесь не нравится. Я не могу понять, что… Моя интуиция… Моя интуиция говорит, что есть подвох. Но я не могу понять, в чем он заключается. Ну, то есть, ты хочешь сказать следующее. Что? Существует некоторое… Дубль-вэ… Которое соответствует… Это… Это… Ну, какое… Малое там есть, да. Да, при округлении. Это недостижимая… То есть, то, что мы можем сейчас найти, это недостижимая граница. Но, как бы, все-таки утверждение такое, что для любого дубль-в меньше вот этой дубль-в с чертой, которую посчитают наши слушатели… Правильно? Ну, нет. Дубль-в с чертой мы сейчас посчитаем элементарно. Как только мы нашли угол, тут дальше-то все перпендикулярно… Да, но проблема в том, что мы нашли угол. Как мы его нашли? А… 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 Мы все знаем про него. Подожди. Сейчас. Стой. Стой. Ошибка. Валяй. Очень существенная. Валяй. Радиус в это время ехал. Нет. Ну смотри. В менялась вместе с фи, а в было радиусом. Мы так выбрали координаты. Ну хорошо, назови это единицы, а это единицы на дубль-в. Ты ничего не изменишь в расстояниях всех. Ты их все уменьшишь в дубль-в раз. Да, оно плавающее. Поэтому… Нет, просто с разной окружности надо стартовать. Все правильно, так и есть. Да, это же чистая правда. Чистая, но эта формула уже не будет верна. Потому что ты вычисляешь не от одной и той же точки расстояния до всех этих, а от разных точек, да. Тогда это будет другая формула. Нет, абсолютно та же. У тебя учтено то, что эта штука меняется тем, что у тебя радиус круга W. Так смотри. Подели то и то на W, у тебя получится единичный круг. Если ты все отнормируешь, поделишь на W. Но если я отнормирую, вот это будет уменьшаться. Да, и все хорошо, мы это учли. Это же единица на W просто, и все. Нет, мы из разных точек, мы прибавляли, мы вычитали здесь, смотри. Вот этот радиус я считал из вот этой точки, из вот этой точки. То есть получается, что... Он от W зависит, да, конечно. Ну и все. При разных W он в разных точках, и мы это учли. Что не так? Погоди. Гожу. Значит, смотри. Я считаю из одной и той же вот этой точки расстояние... Не-не-не, она зависит у тебя от W, эта точка. Вообще говоря. Ну или размер круга зависит от W, неважно. У тебя есть на самом деле некая траектория абстрактная, зависящая от угла и соотношения скоростей. Траектория одна, траектория другая. Ты честно считаешь ее длину. И ты проделал это абсолютно... Так, нет, давай вот, значит, в исход. Если не важно, какая нормировка, то можно и так рассуждать. Вот так, вот так, вот так. Ну да. А считаешь отсюда, отсюда и отсюда. Вот это ты имеешь в виду. Ну, в принципе, да. То есть ты хочешь сказать, что все-таки это не важно, что у нас двигалась окружность, что она у нас была. Но ты можешь... Смотри, если мы уменьш... А где наша исходная? А вот. Если ты здесь и то, и то уменьшишь в W раз, вот зря ты здесь все стер, здесь была бы единица на W. У тебя была бы единичная окружность, по которой бежит этот товарищ. И какая-то внутренняя точка, с которой он стартует, которая все ближе и ближе к центру. Ну так еще более понятно. Но мне нагляднее с фиксированной внешней, ну потому что прудик, он и есть прудик. А вот эта штука меняется. Тут-то мы как бы, допустим, мы что-то досчитали. Что мы досчитали? Что при некотором соотношении окружности... Да, действительно, вот нет, все-таки важно понимать, что эта окружность, вот она будет разной. Да, конечно. При некотором соотношении последний раз имеет смысл делать так, вот, и якобы при всех больших он догоняет, независимо от... Но если мы обратно вернемся, да, мы потеряем наши... Зачем мы вставали напротив? Если мы забегаем обратно, мы опять пытаемся встать напротив. Но он встанет напротив нас. Будет ждать. Все же вот, то есть, ты ехал сюда, он бежал сюда, а если ты резко решил повернуть, то что ты делаешь? Ну смотри, о, я понял, сейчас, давай, подожди, остановись, я тебе сейчас нарисую еще одну картинку, ты не будешь там ничего рисовать, а я тебе изложу, и ты поймешь. Смотри, вот ситуация, вот у нас есть большой круг, вот есть маленький, откуда он стартовал. Он проплыл немножечко вперед, этот куда-то побежал, куда-то отклонился. Мы начали плыть сюда, и этот заметался, и решил в какой-то момент, докуда ты добежал, решил бежать обратно. Как только он оказывается диаметрально относительно нас, мы начинаем плыть просто в другую сторону. Мы немедленно повторяем то, что он на самом деле ближе. Да, сначала мы спрашиваем, определяйся, а потом опять по кратчайшему. Да, все, тогда согласен. Значит, и так, теперь действительно все понятно, что ты можешь этот метод использовать в любой ситуации, когда ты на противоположной стороне от него. Да, 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 мы сразу к нему переходим. Чуть-чуть поплыли, и поэтому, очевидно, этому товарищу не надо метаться и отпускать тебя дальше от центра. То есть, фактически, да, фактически речь идет о том, что самое худшее отношение скоростей – это такое, при котором он проходит вот эту часть круга, где вот это в соответствующее же количество скоростей меньше. Да. Но там получается уравнение какое-то. Ну, надо его найти. К сожалению, уравнение получается трансцендентное и не решается, но альфа его решает. Примерно чему равно? 4,5 есть или нет? 4,6. 4,6, да? Да. То есть, при 4,6 все еще можно убежать с помощью этой стратегии. Да. И действительно, ты никак, он не может ничего сделать, он просто только себя потеряет. Так, а вот почему нельзя убежать при 4,61? Вот что здесь происходит? Почему ты не можешь еще немножко повернуть? Потому что ты не можешь его шантажировать опять. Ты оказался внутри круга. Ты начал с того, что внутри круга. Он вообще может не дергаться, пока ты внутри круга. Он ждет, куда ты пойдешь. То есть, логика меняется, теперь он ждет, а не я жду. Ну, конечно, да. Что ему? Пока ты внутри круга, ему вообще, тигру не надо дергаться, что ты только устанешь. Весь спотеешь и все. И не наешься, и спотеешь. А если я чуть-чуть сюда и пошел сюда, это будет хуже, да? Ну, пока ты, да, конечно. Ты пройдешь сквозь круг. Он подождет и побежит к тебе сюда. У тебя не будет шантажа этого. А вот я побежал, как будто я бегу сюда. Вообще ничего не понятно на этом картинке. Так, все-таки. Итак, последнее, что надо понять. И это, видимо, мы будем просто вот оставим всем на размышления. Значит, я понял, что при 4.6 спастись можно. Это я понял, это я согласен. Теперь вопрос. Вот что происходит при 4.61, грубо говоря? Или там чем-то такого. У тебя угол становится больше, чем... Да, но вот теперь я вот, допустим, я бегу сюда, он бежит за мной. И он знает, что он меня вот здесь... Нет, 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 не так. Тут же касательное. Ты внутри касательное, ты уже бежишь по хорде внутри этой окружности. Когда вот этот угол больше, чем педполам... Нет, а я делаю по-другому. Вот я пока бегу сюда, знаю, что здесь он меня настигнет. Да. Но потом, то чуть-чуть я отбежал, я сюда все-таки пошел. Ну, оставим это нашим слушателям, как занятное упражнение. Он меня догонит тогда или нет? Оставим это нашим слушателям. Ну, очевидно, он успеет по другой стороне, конечно, да. Нет, в смысле, он по-другой. Он же должен тогда стартануть и обратно, тогда мы снова применим прием. Ну, давай оставим это нашим слушателям. Не, непонятно, не очевидно. Не, ну то, что 4.6 есть, я полностью согласен, это очень круто. Да. Спасибо! Приходите еще. Маткуль, привет!